МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Российской Федерации с 1992 года отмечается День пожилого человека. Дата 1 октября – это еще один повод сказать слова благодарности, выразить уважение нашим бабушкам и дедушкам. К осеннему празднику уже ведут подготовку социальной службы области. В отделении стационарного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, что в селе Ивановка, Оренбургского района, приехали долгожданные гости – воспитанники кадетского класса местной школы. Каждая такая встреча – это общение, подарки и небольшие представления. Приятно было им рассказывать, выдавать свои чувства. Я желаю очень долго-долго жить, здоровье самое главное, остальное приложится. Кадеты с удовольствием рассказывают о своих успехах, о том, что интересного в школе, и внимательно слушают на путстве своих подшипных. Для каждого, кто живет в Доме милосердия, у ребят добрые пожелания. Здоровье самое главное, счастье, ну и чтобы хорошо все у них было. Я желаю, чтобы они еще долго прожили, поменьше болели, ну и все само наилучшего. Встреча с продвинутыми школьниками – хороший стимул для знакомства с новыми информационными технологиями. Александра Александровна Баева с удовольствием осваивает компьютерную грамотность и очень прилежно выполняет задания шестиклассницы Галины. В общем, мы открыли текстовый документ. Вы уже знаете про кувиатуру, умеете печатать, да? Да. Так, ну что ж, давайте продолжим печатать. А вот Александра Николаевна Новоточина – мастерица-пуховница. Она увлечена вязанием. Ее теплые изделия всегда замечательный подарок для тех, кто рядом. Ну а у мужчин своя игра. Партия в шашки и шахматы – это увлекательное времяпрепровождение и возможность потренировать память и логику. Все 17 подопечных Дома Милосердия окружены заботой. Для них важно, что они по-прежнему проживают в своем районе, сохраняя привычный уклад жизни. Проживающие, несмотря на свой преклонный возраст, ведут очень активный образ жизни. Они очень молоды душой и всегда готовы к новым встречам. И сегодня у нас в гостях кадетский класс Ивановской средней школы. У нас распланирована масса таких мероприятий, которые растянуты на несколько недель. В проекте у нас еще беседа тематическая с заведующей библиотекой Ивановской сельской библиотекой. Она же является председателем женского совета. Они тоже сюда приходят к нам с концертной программы. Обязательно приедет ансамбль «Душа», группа «Раздоли» из Благословенки. Тематические беседы. Еще запланирована у нас очень обширная у них и богатая духовная жизнь. Нас посещает отец Александр. Это настоятель прихода колхоза Ленина. Очень хороший батюшка. Они его с удовольствием ждут, любят. Он проводит с ними духовные беседы. Приглянулось пожилым людям Оренбургского района и такое начинание, как социальное такси. Мы в поселке Пригородный. Здесь, на базе комплексного центра социального обслуживания населения, с 2007 года работает отделение на мобильной основе. Транспортные услуги предоставляются пожилым людям, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших инвалидов и участникам Великой Отечественной, а также многодетным семьям, семьям-детьми-инвалидами и другим категориям граждан. Среди клиентов социального такси пенсионерка Раиса Иосифовна Скорнякова. Пожилая женщина живет одна. Из-за болезни ног ей трудно передвигаться. А потому мобильная служба – это возможность самостоятельно закупить нужные продукты, решить неотложные вопросы по хозяйству. Очень удобно. Вы знаете, ни одно такси не будет тебя ждать, когда ты решишь свои проблемы, переехать от аптеки в магазин, на базар и так далее. И за совершенно символическую оплату. Вильгумерович Мустафин тоже пользуется услугами социального такси. Дедушке часто приходится ездить в аптеку за лекарствами для супруги. Он, как и все нуждающиеся в транспортных услугах, на личном контроле у заведующей отделением социальной помощи на мобильной основе Альбины Файзулиной. Если бы не было удобно, я бы, наверное, к Альбиночке не обращался. Когда бы я не обращался к Альбиночке, она всегда отзывается и вовремя выполняет свои обязанности. У пожилых людей, особенно на селе, возникает немало житейских вопросов. Помочь разрешить возникающие проблемы как раз и призваны социальные работники. Пенсионерка, инвалид второй группы Мария Николаевна Насонова в отделе социального обслуживания села Крованное оформила субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Я ушла отсюда с помолодевшей душой. Очень большое им спасибо. А какие девочки у них в обслуживании работают. Это прелесть, это наши доченьки. Помощь на дому пожилым людям – еще одна задача социальных работников. У Натальи Ванцаровской на обслуживании 10 бабушек. Каждой она сготовит, уборку влажную проведет, по хозяйству поможет. Ну вот сегодня у нас акция «Забота». Мы бабушкам предоставляем бесплатные акции. Моем полы, кушать и варю. Главное – это на первом месяце, конечно, уход, но и доброта, милосердие. То есть вы к своему подопечному их любите? Да, конечно. Пожилые люди часто просят сделать покупки. И чтобы оперативно доставить подопечным продукты, в помощь социальным работникам главное – транспортное средство на селе – велосипед. Заходите. Можно? Можно. Здравствуйте, Вера Михайловна. Здравствуйте. Доставочка продуктов. Спасибо. Нередко в хозяйстве требуются и мужские руки. То кран потечет, то замок сломается. Да, отделение социального обслуживания. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Никитровна. Да, можно. Что случилось? Здравствуйте. Да, хорошо. Я вас запишу. Угу. Замена замка. Угу. Всё. Хорошо. Ждите. Да. Все неполадки в квартирах пожилых людей в посёлке Караванный устраняет подготовленный специалист, у которого теперь и свой особый профессиональный статус. Я соцмэн. Вы вызывали соцмэн? Да, замочек мне надо сделать. Ну, сейчас мы проверим. Пожалуйста, там плохо закрывали. Хорошо. Открывай, пожалуйста. У вас от вёлки всё есть. Руководитель отдела социального обслуживания посёлка Караванный Оксана Михайлова всегда держит на контроле качество работы своих подчинённых. А потому она частый гость у своих односельчан, получателей социальных услуг. Водова участника Великой Отечественной войны Надежда Васильевна встретила гостю при полном параде, нарядном платье и при орденах. Надежда Васильевна, здрасте. Здрасте. Я к вам с проверочкой. Пожалуйста. По социальному работнику. Хозяйка показала Оксане Николаевне журнал посещений соцработника. Отметила, что ей необходимо в первую очередь. Поблагодарила за заботу. В посёлке Караванном в постоянном внимании нуждаются 100 пожилых людей. Всего же в Оренбургском районе проживает 20 тысяч пенсионеров. И многие из них требуют постороннего ухода и социального сопровождения. Ко дню пожилого человека пройдёт немало мероприятий. Это и творческие встречи, и чаепитие, и акции поддержки. Но прежде всего бабушки и дедушки нуждаются в добром слове. Они заслужили наше внимание, которое для них так дорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова